Добрый день всем зрителям Живого ТВ! Сегодня у нас 30 ноября. Как обычно, по воскресеньям в эфире ваша любимая передача «Точка отсчет». Сегодня у нас под интересным девизом пройдет наша беседа. Я позволю себе процитировать стихотворение Русосского, песня Русосского. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про привычный лунный трактор. Не думайте, что все это спроста пришло мне в голову. Сегодня у нас три VIP-персоны в студии. Три редактора одного журнала. Я еще раз акцентирую на это внимание. Три редактора, создающие один журнал. Сегодня у нас в гостях практически в полном составе руководящий и начальствующий состав журнала «Мир Фантастики». Рядом со мной главный редактор Пётр Тюлени. Чуть дальше от меня выпускающий редактор Светлана Крачарова. И совсем далеко от меня, не менее выпускающий и тоже редактор «Но диска» приложением журнал «Александр Теселев». И начнем мы, естественно, с главного редактора. Я думаю, что наши будущие читатели, которые посмотрят наше интервью на «Диске», знают, что такое журнал «Мир Фантастики». Я надеюсь, по крайней мере. Но наши зрители Живого ТВ могут, ну, вдруг случайно еще об этом не слышать. Поэтому мы попросим Петра рассказать нам поподробнее, что есть журнал «Мир Фантастики», с чем его едят и зачем он вообще нужен. Журнал «Мир Фантастики» – это журнал «Мир Фантастики» во всех проявлениях. Честно говоря, я сегодня могу и сам рассказать. Что из нас главный редактор? Я не понимаю, каждый раз приходится речь о том, что это вообще такое, кто ты такой, что ты сделал для хип-хопа, приходится и рассказывать одно и то же. Ну, что? Записал бы на бумажке или нет? Ну, кстати, мне тоже неинтересно. Книжки, фильмы, игры, художники, музыка. Все, что к «Мир Фантастики» относится к «Мир Фантастики», находит подражение и даже сменится. Все. Это и есть концепция журнала. Ну, хорошо. Когда будем копать глубже? Недавно у журнала сменился главный редактор. Уже вышло несколько номеров, после него память не изменит. Пять, да? Ну, больше. Ну, по крайней мере, за то время, пока... Ну, уже почти год прошел. Да, выходили номера под редакторством Петра. Были колебания из стороны в сторону. Были очень жесткие номера. Были, наоборот, белые и пушистые номера. О том, куда вы делили предыдущего главного редактора мы еще поговорим. А сейчас, я думаю, самый интересный вопрос, который занимает многие читатели, собственно, как ты, новый главред, представляешь себе концепцию журнала. Что для тебя идет в будущее журнала, что для тебя новые идеи? Сереж, ты вот другими словами сказал тот же самый вопрос. Вот ты не ответил на него, я придумал по-другому, как спросить. Само не ответишься. Ты задавай наводящий вопрос. Задаю наводящий вопрос. Какие темы в журнале ты собираешься принимать в ближайшее время? Совсем ближайшее. Ну, совсем ближайшее неинтересно, потому что, пока это интервью появится на диске, эта тема станет уже простой. В перспективе. Я думаю, что каждый человек, интересующийся фантастикой, может посмотреть на релиз фильмов, игр и приблизительно себе представить, какие темы будут приниматься на фантастике. Например, в мае выходит «Звездный путь» под режиссерством Джим Патроса. И мы, разумеется, не оставим в стороне этой темы. Скажем, в марте, по-моему, выходит «Звездный путь» или «Звездный путь»? В общем, он не имеет «Хранителя». «Хранителя». Вот тоже очень интересный фильм, с ним интересный помиксовой Вселенной. Будем о нем писать на самом деле тоже. Пока что, единственное, что можно сказать в полу всего, так сказать, существование мира фантастических. То, что мы будем проводить в итоге года, только обычно, в февральских номерах и в юнварских номерах за месяц до этого, мы делаем ожидание, соответственно, года, который поступает. Но, собственно, это, пожалуй, два единственных материала. Один такой большой материал, который у нас повторяется. Вот, если это не периодически. Остальное все зависит от текущей ситуации. То есть, кроме «Звездного путь» и «Дозорных», каких-то стопроцентно известных материалов в мире фантастики нет. Что появится, то появится. Ну, Сереж, я могу двигаться летом. Можно увидеть, например, генерал-линяница, о котором тоже будем писать. О котором можно писать. Можем гарантировать, что вот этот «Янень», когда бежит на дотеку, например, говорим. «Белянец» является заканчивая «Тайница» и «Сосарий-Огорова» тоже о нему говорим. Перечислить можно позже, но вопрос в том, насколько говорящие знают план того, что происходит в фантастики. Я, разумеется, не претендую на полное знание данного предмета, а какие-то источки вы должны быть? Ну, хорошо. Сколько его не пытай, правда, он так и не скажет. Ладно, тогда вопрос к Свете. Что, собственно, такое выпускающая летака? Кого ты выпускаешь, кто-то там виноват, и какие меры наказания применяются тем, кто мешает выпускать? Ну, на самом деле, выпускающая летака, это вот что-то типа такой палочки-палочалочки, который главный летактор ведет всех, и какое мешание мне было, я не знаю. Какие подробности выяснили? Ну, ты, честно спросил, ты честно отвечаешь, что, в общем-то, полностью выпускающий летактора лучше никому не желать, потому что человек, который отвечает за... Причем, у нас с головным делом два выпускающих, да? Да, ну, Саша то же самое, я могу сказать за диск, что если там, не дай бог, что-то не так получается, как надо, то все шишки с этой, все, естественно, выпускающие летакторы. Выпускающие летакторы, которые отвечают за, скажем так, практически по меру и номеру. То есть, сказал, что я хочу какие-то материалы. Уже... Ага, так вот, мне у кого нужно было про тему-то спрашивать. Каким авторам что давать, такую конкретную тему, и, естественно, потом обсуждаем, но на уровне скажем, как Миша, по меру, ну, что там к этому, допустим, обсуждаем все эти выпускающие. То есть, Петр у нас генерализм, а ты полковник генерального штаба. Ну, так. Что-то такое, которое уже, главное, высшим начальством притворяем жить. Ну, тогда переадресуем вопрос от Петра, какие темы надо ждать. Не в ближайших темах, потому что мы не успеем на... Сережа, ну, ты такой простой, вот давай ты вот сейчас всех фантастов соберешь здесь, и в доме толпой в этом новости есть положишь. Вот, ребят, ты же что планируешь написать, а ты же планируешь написать. Ты знаешь, стандартный вопрос, который я задаю в конце передачи, это ваш творческий план. И каждый отвечает. Вот задал вопрос уже двум. А значит, это лет уже Луфьяненко перейдить, и как-то больше не дойдет. Знаю. Я знаю, что он начинал еще с одной изгрелок. Вот. Не важно. Ты знаешь, когда он допил? И спросишь вот три года назад, какие творческие планы, он на тебя ответит. И сейчас эти планы не изменят, они не изменятся. Ты понимаешь, что дело? Он ответил. Он ответил. Он ответил, что он не отличается. Он хочет закончить. Я не знаю, что это несколько разное. Я не знаю, что это. Я спрашиваю, какие темы в ближайшее время вы хотите в перспективе освещать. Потому что эти вопросы мне задавали читатели, когда мы готовились к этой передачи. Я хотел бы услышать эти темы. Ну, хотя бы десятки. Может, по рубрикам проделать? Десятки, это фактически. Хорошо. Хорошо. А про фильмы мы сказали, да? По Стартреку и по Лоджману. Да? Давай поймем тогда. Какие перспективные игры ближайшие, ближайшие войны. Слушай, может быть, ты не будешь отбирать на шкепку? В следующем номере уже бы не терял ожидания. Там написаны все фильмы, все игры, все книги. Мы ждем. О чем мы сейчас будем все рассказывать? Скажи. Потому что сейчас мы в прямом эфире. У нас смотрят зрители, которые, может быть, не покупали никогда в жизни мир фантастики. Ну, я могу сказать, что если игр, мы больше утверждем резиденты. Это обиде зла какого-то, да? А вообще, мне кажется, что лучше я скажу, что мы обязательно будем развивать рубрику «Твою любимую мастер-класс». Мы сейчас… С этого нам и начали. Мы очень хотим, чтобы эта рубрика сыграла. Сейчас у нас Илья Никаканов написал статью. Одну из следующих статьи будет писать Вера Хармшам, отец этого года. И там мы еще будем привлекать очень интересных таких знаковых людей, которые будут писать тексты именно и, знаешь, люди, которые… Им можно верить, потому что они через все это проходили. Ну, собственно, ты сам начинал эту рубрику. Почему ты ее начал? Почему мы тебя попросили? Потому что, ну, ты человек, который действительно пишет, писал и умеешь это делать. А ведь он там со стороны пришел… Какой такой такой… Между строк я сработаю четвертым редактором. У нас сейчас, во-первых, и в эфире нашей передачи, через несколько, может быть, выпусков, будет люди из института книги, которые, собственно, и дают авторам читать лекции, в том числе вот Лео Каганова, материал которого появится в следующем номере. И, собственно, журнал «Одумер фантастики» будет сотрудничать с этим институтом книги и лекции будут появляться, в том числе и на диске. Я думаю, мы на это дело дойдем. Раз уж мы говорим о конспективах, придется работать за всех. Хорошо. И тогда уж, раз мы начали мучить редакторов по очереди, тогда, Саша, твоя очередь. Теперь ты отчитывайся, что выпускаешь редактор диска, и как вообще получается за пинью этот несчастный маленький диск, который, как выясняется, очень сильно конечный, такой гигантский объем материала. И, на самом деле, мы всегда сталкиваетесь с тем, что материалов на порядок больше, чем свободного пространства. Поэтому приходится как-то из номера номера все это переносить. Ну, и обычно иногда бывают ситуации, что на диске стоится буквально 5 мегабайт, 10 свободного места. Под вас тут встречается. То есть, ужимали последний день, последние часы, чтобы читать, получили все, что человек хочет. Ну, выпускающего цвета, ну, чем занимается выпускающий редактор? Ну, ускоряется какой-то процесс. То есть, раздается. Ну, то есть, вся же палочка. Все же самые задания, да. Тому кто-то озвучит, кто-то перевезти, потом смотрит, хорошо получилось, плохо. И смотрит, чтобы диск был в доповремен. Все анонсированные журнальные материалы и попали в диск. То есть, в принципе, получается, что диск – это как бы второй журнал, а вы со Светой в общем коллеги? Ну, в каком-то плане, да, все-таки. Но, с другой стороны, у нас есть фильм, который занимает чуть ли не половину диска, там, лицензионный фильм, и мы с ним стараемся ничего не делать. То есть, не пережимать, оставляясь в том качестве, в котором находился исходный материал, который нам предоставили прокатчики. И поэтому на все остальные материалы остается на буквально два часа или час видео-место. и в эти вот час и полтора часа едва нужно уложиться. Давай немножко для наших зрителей живого ТВ, которые, может быть, не очень представляют, что на этом диске помещается. Вкратце скажу, что там бывает. Потому что, ну понятно, да, что на диске журнала, который имеет отношение к сотовой связи, там какие-то прошивки там сотовых телефонов. На диске игрового журнала там какие-то там анонсы, игр, патчек, что-то такое. А что вот на диске, посвященном журнала, посвященному фантастике в целом? Ну, главный материал диска – это, естественно, лицензионный фильм, предоставленный какими-то прокатчиками. То есть, у нас были «Терминатор» второй, был «Обитие зла» недавно. Вот сейчас в январском номере будут «Нужные вещи» и дальше и так далее. В каждый номер какой-то идет фильм, так или иначе связанный с фантастикой. В остальном идут также анонсы фильмов, которые появятся в кинотеатрах в ближайшее время, и анонсы тех фильмов, которые мы очень сильно ждем. Я тоже «Терминатор» новая, с Беллом в главной роли. Ну, также сотрудничаем с журналом лучшие компьютерные игры, поскольку они все-таки считаются таким столпом хардкорной компьютерной аудитории компьютерных игр. И на диске размещаются их в видеорецензии. То есть, можно посмотреть диск, понять, хороший ли играет или плохой. Все-таки текст и скриншоты – это одно, когда ты видишь игровой процесс, и вот о нем рассказывает какой-то человек. Это совершенно другое. То есть, это «Зензин» уже вышедший игры? Да, он уже вышедший PC-игры, как правило. Вот. Также анонсы каких-то игр, которые появятся в ближайшем будущем, порой бывают очень интересные вещи. То есть, студии, киностудии снимают для компьютерных игр всякие классные ролики. Их тоже мы стараемся размещать как самостоятельный материал. Например, перед выпуском выхода на свет игры Dead Space на нашем диске располагались анимированные комиксы, которые рассказывают предыстории игры. В саму игру они не входят. Но чтобы читатель мог знать, с чего же вся история началась, он мог посмотреть этот диск. И мы шесть роликов эти переводили самостоятельно. Самый интересный материал для меня, например, из неофициальных, скажем, это работа студии, как она называется, типа No Sound, как-то вот очень забавное у нее название, подборка киноляпов и каких-то интересных моментов из старых, проверенных, хороших, качественных фильмов. Ну, студия No Sound вообще не функционирует, скажем так, давно. Сейчас киноляпами занимается наш автор Мария Кустовская. Она же оформляет диск LKI, лучших компьютерных игр, и делает самостоятельно все эти киноляпы. Также у нас эксклюзивные репортажи с конвентов бывают, с мероприятий со всяческих вот передачи, точка отчета. Раз уж мы заговорили о фильме, я не знаю, наверное, этот вопрос от Петру мы адресуем. Каким образом происходит отбор этих фильмов? Например, я побегал по форумам, посмотрел, какие претензии чаще всего предъявляют журналы, чтобы так это погорячее темы какие-то выбрать, да? В основном очень много претензий к фильмам. То есть иногда люди там плачут и разрывают на себя тельняшку отчасти, что наконец получили этот фильм. А иногда, вот помню, был где-то, может быть, год назад мультфильм с 70-го года производства «Огонь и лед», как-то так он назывался, который, ну, совершенно вообще не лез ни в какие ворота, и к журналу никаким боком невозможно было его приклеить. Какой критерий отбора? По поводу того, что народ много претензий предъявляет здесь, в принципе, на мой взгляд никакого вопроса нет, потому что, как правило, если человеку нравится фильм, он, как правило, покупает уже до того, как он выходит в «Мир фантастики». Понятно, что прокатчики сразу не могут продавать права журналам. Они сначала получают деньги проката в кино, потом выпускают диск, получают с него деньги, потом продают права телеканалам и так далее. Для журналов доходит в последнюю очередь. А поэтому, как правило, если, допустим, вышел второй «Терминатор», народ кричит, зачем вы выложили второго «Терминатора», у меня он уже давно есть. Зачем вы выложили «Унесенных призраками», выложили бы лучше что-нибудь еще, что мне лично нравится. То есть это проблема обычная. Мы стараемся как-то в каждом фильме находить какой-то положительный момент. То есть даже если это фильм с маленьким бюджетом, с не очень качественными спецэффектами, там, допустим, занимается какой-нибудь очень хороший актер, или он стал очень этапным в карьере какого-то режиссера и так далее. То есть у каждого фильма есть какая-то причина, по которой он заслуживает, на наш взгляд, появление здесь. А технически это выглядит следующим образом. Мы работаем с несколькими прокатчиками, не со всеми, потому что далеко не все прокатчики идут на то, чтобы продавать права журналу. К сожалению, мы получаем от них информацию о тех фильмах, которые они готовы продать, выбираем из них что-то. Дальше, возможно, согласуются никакие пакеты, потому что компоненты его окна дешевле. А если покупать все по одному, то журнал будет стоить два раза дороже, три раза дороже. Ну, бывает так, что, допустим, там один фильм из двенадцати, он взят со скрипом. Грубо говоря, в семье не без урода пакеты взяли? Ну, разумеется, бывает такое. Но сейчас мы недавно купили маленький пакет, и там нам нету фильмов, которые были взяты со скрипом. У нас в ближайшее время будут нужные вещи по Стивену Кингу. Ну, фильм не то чтобы супер, но это экранизация классика все-таки. А затем будет «Мастер обитью» и «Бесконечная история Петерсоновская». Фильмы очень качественные, на мой взгляд. Вот эти фильмы, которые я точно могу сказать, что не появятся. И сейчас идет обсуждение о покупке другого пакета, но пока мы не подпишем договора, мы не будем ничего говорить. Ладно, с диском мы более-менее разобрались. Однако диском все бонусы журнала, дополнительные бонусы журнала не ограничиваются. Я думаю, вопрос этот все-таки к Свете мы адресуем, как к выпускающему редактору. Что еще есть вкусного внутри, что бывает, что вкладывается, чем можно привлечь дополнительных зрителей, читателей, игрателей, комиксателей и прочих потенциальных поклонников журнала? Если я буду воспринимать твой вопрос формально, скажем, что вкладывается, то вкладывается просто формально, да? Иногда вкладывается коллекционная карточная игра, несколько карточек. Вот как-то мы тут недавно вкладывали Magic, выговорим, три карточки. Это, наверное, было наше самое большое достижение. Иногда вкладывается Берсерк. Можно между штроп? Что такое коллекционная карточная игра? Не все знают, вот поверь мне. Давай лучше расскажу. У нас есть большой специалист по настолкам. Вот пусть вам скажет. Света, она больше по компьютерному. Да. Ну, я давным-давно придумал такую небольшую формировочку. Отличие коллекционной карточной игры от простых карт игры. То есть, игральные карты – это одна колода и много игр, а коллекционная карточная игра – это много карт и одна игра. Много колод и одна игра. Смысл коллекционной карточной игры в том, что есть, разумеется, определенные правила. Есть карточки. Обычные такие карточки. Очной формат может быть чуть пошире. На карточках написаны какие-то игровые свойства. И из этих карт, которые распространяются случайным образом, человек сам собирает себе колоду, которая играет. Ну, представьте, что вы идете играть в дурака со своей колодой. Против колоды, допустим, у твоей семьи. Ну, правила, разумеется, гораздо сложнее, чем у дурака. И в журнале появляются карточки абсолютно эксклюзивные. Журнале появляются карточки по-разному. Например, Berserk – это отечественная коррекционная карточная игра. Мы всегда с ними договоримся об эксклюзивных карточках, потому что они вот здесь рядом, буквально с ними можно договориться прямо сейчас, что они для нас делают такую-то карточку. Matches the Gathering – это игра американская, глобальная, и поэтому мы не можем прийти к ним туда, прилететь в Лос-Анджелес, по-моему, в Калифорнию, и сказать, ребята, мы вот такие вот, пожалуйста, сделайте для нас. Ну уж с американскими журналами они, может быть, и работают. Зато у нас есть совсем эксклюзивный Berserk. Ну, Света забыла еще про постер, который тоже вкладывается. Ну, вот постер на клейки, пускай Света, она все-таки признается до конца. На Свет, признавайся. Ну, постер от настолько, знаете, обычная вещь для любого журнала, что… Это ты знаешь… Открыть журнал «Космополь», я тебе уверяю, там не будет постера. Ну, хорошо. Вот пробник, какого-нибудь шампуня, да. Вот пробники шампуня мы не вкладываем. Лоха. Вот этот постер по ведьмаку у нас недавно был. Вот про этот постер могу рассказать страшную историю. Наверное, мне это спасибо не скажет, кто-то мне удавал. Да, так что… Да, что не буду. Не будем пугать зрителей. Вот. Наклейки. Ну, вот попробовали на части тиража сделать наклейки с 10 декабря. Пока вроде народ рождается. Может быть, повторим. Сами понимаете, что события недавних месяцев и вообще то, что нас ждет, оно как бы не особо располагает к тому, чтобы добавлять всякие фичи, тратить на них всякие деньги. Как бы то, что есть, мы сохраняем. Ну, потому что добавка любой фичи – это денежки. С экспериментами, пожалуй, придется завязать долг. Наклейки умрут под давлением кризиса. Ну, они не умрут, они как бы вот появились один раз. Если у нас есть возможность что-то сделать, мы это делаем. Если у нас нет такой возможности, мы не делаем этого. И все-таки, несмотря на все попытки света отмазаться, я буду продолжать ее пытать. Кроме, собственно, должности выпускающего редактора и появления твоей улыбающейся физиономии практически в каждом разделе, ты ведешь еще рубрику «Почтовая станция», непосредственное общение с читателями. Надо сказать, что, в общем, в облике этой горят нешуточные страсти, кипят, и народ рвет на себя последние волосы. Расскажи нам, пожалуйста, собственно, как тебя угораздило, во-первых, вообще это ввязаться, а во-вторых, насколько, какой процент читательских писем доходит до последней странички журнала, сколько приходится перелопачивать тон словесной рубы, чтобы найти что-нибудь интересное. Ну, если начинать сначала, то где-то, наверное, с полтора года назад Николай Пегасов сказал, что отныне он считает, что почтовую станцию должна вести я. Для меня это, в общем-то, было громом посреди ясного неба и достаточно таким, ну, вопросом, скажем, даже к самогнению, что ли, гордости типа смогу, не смогу, понравится, не понравится. В общем-то, я очень серьезно к этому подошла. Я помню свою первую почтовую станцию, отбирала у меня письма, я, наверное, диплом так не готовила в институте, хотя, в общем-то, всегда хорошо училась. Мне понравилось. Реально, да, это, в общем-то, сложно. Честно могу сказать, что каждый раз, взрываясь в поток этих писем, ну, смотря, конечно, от месяца, смотря от того, какие письма, потому что читатели разные, люди разные. Иногда пишут так, что думаешь, господи, какое счастье, что я работаю с этим, как хорошо, какие все люди хорошие, какие все читатели добрые, как приятно читать, ну, когда начинается там «спасибо за журнал» и все такое. Но даже письмо начинается так «Здрасте, какого такого, какого этакого, и вообще я вас больше читать не буду», точка и конец. Ну, вот реально, предусмотреть, допустим, количество какой-то позитива или негатива от прочтения очередного, там, не знаю, десятка писем почтовой станции практически невозможно. Ну, как-то я стараюсь… Ты мог заметить, да, что я читал, что особой грязи я, в общем-то, никогда не вытаскиваю почтовую станцию. Света – это крыша, а Света – это громадула. Я понял. Ну, в общем, да. То, что на меня выливается, я стараюсь не вытаскивать обратно. Какие-то письма я отвечаю просто в почте, допустим. Беру себя в руки и на самое такое критичное, раскритичное, в ноль критичное письмо спрашиваю, простите, пожалуйста, а что конкретно вам не понравилось? Иногда приходит ответ, что удивительно. Иногда он приходит, действительно, человек как-то сбавляет тон и говорит, ну, реально, мне нравится вот это, это и это. И мы начинаем как-то беседовать об этом. Иногда хвосты уже этой дискуссии, когда они переходят на более-менее такую нормальную, какую-то позитивную ноту, они уже попадают в журнал. Но вот начало… Ну, я считаю, что, в принципе, это неинтересно читать читателям какой-то полный негатив. Ну, стараюсь еще, когда… Если вопрос в том, как подбираются письма, то стараюсь, чтобы они все-таки были интересны многим читателям. Не только что один читатель, кто-то взмутился, почему вы напечатали вот это, почему вы напечатали вот так. Ну, это интересно, может быть, одному читателю из 35 тысяч. Ну, вот… Не знаю уж, насколько у меня получается. Вроде бы, скажем так, отклик позитивный. Если кому не нравится, то вот здесь призываю, пишите, пожалуйста, письма. Буду реагировать. Тираж мира фантастики 35 с половиной тысяч сейчас, да? Да. А сколько вообще вот в среднем в месяц приходят писем? Ты знаешь, что это очень сильно зависит от месяца. Вот лето, все на даче, на картошке, на рыбалке, я не знаю, там, уехали в пионерлагеря. Родители, значит, отослав детей в пионерлагеря, тоже отдыхают по-свойски. Не до журнала. Обычно поменьше писем. Ну, да-да, долгими зимними вечерами делать нечего. Вот, а самый пик – это вот декабрь, январь, февраль. Вот как раз у всех нормальных людей Новый год, а я разгребаю самые большие завалы писем. То есть, счастье тебя еще ждет в ближайшее время, понятно. Да-да, да, вот как раз, вот сейчас начнется самый пик сезона, скажем так. Ну, сколько это может быть от… Две сотни, это как самый минимум. Самый максимум – это несколько сотен писем. Ну, то есть, там прям мешками в редакцию не заносят еще пока, слава богу. Ну, понимаешь, слава богу, большая часть потока идет сейчас по электронике. То есть, ну, пачку могут принести. Ну, да, времена применялись. Это не газета сельской жизни, понятно. Да-да. Ну, там же еще есть способ связаться и смс-ками, и через почту. Смс-ки тоже пишут, но… Всего по многу. Хорошо, с почтой мы разобрались. Хотя, на самом деле, почта сразу следует за разделом юмора, и, в общем, иногда оказывается гораздо более смешной, нежели все анекдоты, которые там цитируются, потому что читательские отзывы – это отдельная песня, но это невозможно в передаче показать. Это надо, конечно, читать. Поэтому призываю тех, кто еще не видел журнал «Мир фантастики», хотя бы ради этого его купить и похихикать. Мы вернемся все-таки к темам журнала. Петр, наверное, к тебе этот вопрос. Мы тут упоминали уже сегодня конвенты, о которых рассказывает «Мир фантастики». «Давай немножечко мы вот приоткроем завесу тайн. У нас были гости уже в передаче и из комитета конвентов, и авторы, кто много ездит. Давай для наших зрителей, для зрителей живого ТВ, для читателей «Мир фантастики», которые, может быть, не очень представляют себе, что такое фандомное движение и конвенты, давай скажем, собственно, о тех конвентах, на которые лично тебе интересно ездить, как вот редактор «Фантастического журнала». Очень сложный вопрос. Ответить так, чтобы никого не обидеть, и честно, на него, мне кажется, невозможно. Честно говоря, я конвентов вижу мало пояс. По-моему, они, скорее, созданы для фэндома, а мы все-таки ориентированы на гораздо более широкий круг читателей. Фэндом – это сообщество «профессиональное» в кавычках любителей фантастики. Надо разъяснить. Да, причем, как правило, фэндом признает в основном, прежде всего, литературу. И в последнее время стал признавать еще и кинематограф фантастический. И игры, как правило, не признаются. И вообще, скажем так, широкая рыночная, я бы сказал, фантастика, она как бы немножко разными путями идет с фэндомом. Фэндом – это все-таки такой клубный, такой, может быть, изначально несколько бессредническое движение. Ну, и идеология. Мы все-таки как-то больше в общем росте массовой фантастики находимся. А из конвентов, ну, с интересом съездили не так давно в Франопольский конвент. В Зеленой Гуре он был, Сапковского не было, но вообще очень понравился уровень организации. Надо сказать, что польский конвент Палкон и многие другие конвенты мирового масштаба, в том числе Вордкон и множество западных конвентов, они как раз не очень похожи на наши конвенты именно тем, что будет соответствовать широте и охвате интересов нашего журнала. Например, на Палконе был громадный спортивный зал, полностью занятый игроками в стратегические игры с миниатюрками. То есть, стояли столы, на них были ландшафты всякие, и вот армии сражались друг с другом. Ну, наверняка там еще кастплееры. Проводились кастплееры, аниме, очень много аниме, очень много настольных игр по компьютерным играм, то есть, зала с приставками, комната с приставками, комната с компьютерами и так далее и тому подобное. Пока что единственный немножко как бы из российских конвентов, приближающийся к этому формату, это казанский Зеландкон. Но он изначально создавался не как фантастический конвент, а как конвент любителей фантастики и ролевых игр. Поэтому он как бы изначально немножко другого фэндома из другой сказки. А если брать тот фэндом, который проводит, например, Роскон или Звездный мост, то да, это интересные конвенты. Да, на них есть с кем общаться, да, на них есть о чем поговорить с людьми, что обсудить, послушать какие-то лекции, мастер-классы, опять же. Ну, книжный ряд занимает у нас меньше трети журнала, пишем на книжках. Сколько тут у нас до 60-й страницы в этом номере. Однажды предыдущий редактор Мира Фантастики Николай Пегасов, которого где-то закопали, потом выясним где, сказал, что мир фантастики из себя представляет, ну, что-то вроде моста между двумя поколениями поклонников фантастики, между его, собственно, старым фэндомом, который больше привечает литературу, и вот молодым поколением, который хочет видеть медийное отражение фантастики, кино, игры и так далее. Насколько вот ты сейчас представляешь эту концепцию? Правильно ли это? Или все-таки уже мир фантастики больше смещается в новой области, в новое отражение? Нет, спасибо уже. Как бы мы продолжаем уделять внимание, разумеется, и фэндому. Это не только значительное, я не говорю, что есть превосходящаяся эта часть по чисто количественному, но она значительная по авторитету в том числе. А, конечно, мое личное отношение, оно как бы не имеет ничего общего с тем, что будет журналь. И на конвенты мы продолжаем ездить, то есть, как я и говорил, несложно ответить с точки зрения личной, но с точки зрения журнала, как бы это... Конвенты нам, несомненно, интересны, и фэндом нас, несомненно, интересуют. И нам, как уже говорил Света, будут писать и пишут люди, которые фэндами засвечены, известны. Андрей Валентинов, например, недавно выразил согласие написать что-нибудь для журнала. Интересно, вечно увидите, в общем. Будем работать с другими людьми. Скажем, вот в этом номере у нас с Борисом Стругацким, где он рассказывает об экранизациях, мы, я думаю, в преддверии «Обитаемого острова» будет интересно почитать. О своем мнении об экранизации, скорее. Ну, да, да, да. О том, как... Ну, насколько я понял, Борис Натанович считает, что режиссер, конечно, главнее, и он особо как бы стоит на позициях негидералитета, но тем не менее. То есть мы как-то вот действительно находимся и там, и там. Может быть, мы, конечно, не мост. Может быть, конечно, половину журнала будет читать любитель фантастики со стажем, но другую половину. А современный, так сказать, молодой юноша или девушка, у которой там есть БСП, какая-то, ходит в кино на все премьеры. Играет раньше, чем читает? Может быть так. Ну, вообще сейчас среди наших читателей и молодежь читающих довольно много, если так подумать. Ну, нельзя же сказать, что человек, ну, скажем, из старого фэндома купил журнал, прочитал только книжный раздел и на этом остановился. Нет, конечно. В любом случае заинтересуется. Он пойдет читать про игровой клуб, узнает там про какую-нибудь игру по Стругацким или по другому любимому произведению его юности. Хватится за голову. Хватится за голову, упадет в ЖЖ, напишет что-нибудь такое, типа, вот, мир фантастики окажется таким. Вообще, надо сказать, что мир фантастики сильно изменился в последние, там, три года, четыре года, может быть. А многие представители того же фэндома, они как бы составили о нем впечатление в 2004 году, и с тех пор его не видели. Посмотрите, может быть, то, что там сейчас есть, вам понравится больше. Одно время очень неизгладимые впечатления на читателей производил журнал «Плейбой», который в школьные еще годы оставил у них впечатление галереи с красивыми девочками. Когда они чуть-чуть подросли, стали там студентами, даже молодыми специалистами, открыли «Плейбой», выяснилось, что это совершенно другой журнал. Так что, в общем, я тоже рекомендую тем, кто остановился на старых позициях и думает, что мир фантастики – это весь из себя такой глянцевый журнальчик, рекомендую открыть, почитать. Да много интересных материалов. Собственно, о материалах, скажем так, научных, популярных мы поговорим еще чуть позже, а пока вопрос к свете, раз уж у нас тут специалист по конверным играм. Несчастные конвенты мы уже помянули, давай теперь вспомним выставки игровые, где участвует мир фантастики и, собственно, насколько это полезно для журнала. Ну, что тут вспоминать можно, если у нас недавно был как раз «Игромир», на котором ты традиционно тоже участвуешь. Есть, чтоб вспомнить. Вот, если честно, вот Петя так обтекаемо сказал насчет конвента, а я про «Игромир» могу сказать очень четко, я его терпеть не могу, потому что там шумно, гамно, там толпа народу, там совершенно невозможно работать. Я понимаю, что народ туда приходит развлекаться. И, собственно, «Игромир» – это действительно развлекательное мероприятие. Там будут «Бэйбис», там, значит, «Первый игровой» шумит на весь этаж, там все остальные конторы шумят, пытаются перекричать друг друга. В общем-то, журналисты, я не знаю, как они там, если работают, я туда пришла, пару дней там побыла, как посетить их. Для меня, конечно, счастьем было, что приехали в Blizzard Entertainment. Там была возможность поговорить с людьми, которые верхушку этого самого Blizzard представляют. И теперь, допустим, по моей любимой игре я знаю почти все, что хочу знать. В общем-то, так что я туда пришла тоже, скорее, не как журналист, а как простой человек. А для журнала это было полезно тем, что я там написала несколько путевых заметок на нашем сайте. Кто хочет, тот может ознакомиться, понять, что вообще было. Ну и, соответственно, вот даже Саша, наверное, может рассказать больше, потому что он там был с камерой, и там у нас будут серьезные видеорепортажи как раз. Ну, давай, перерисуем этот вопрос, Саша. Перерисую, Саша, тебе, что у нас будет Сыгромира. Сыгромира будет небольшой такой анонс в журнале, и главная часть все-таки на диске – это будет видеорепортаж. Пока он в стадии, на сегодняшний день он еще в стадии такой полуготовности, то есть сказать четко, что там будет, что не будет, я не могу. Но могу сказать точно, что будет репортаж Сыгромира. У нас в похожем формате были уже репортажи из Лос-Анджелеса, с Е3 и из Лейпцига. Буквально вот пару номеров назад. То есть представить, что это такое можно, посмотрев наш репортаж. Ну и в прошлом году был тоже репортаж Сыгромира. То есть поскольку все-таки сейчас Сыгромира – это место не индустрии игр, а для все-таки людей, которые пришли, в отличие от компьютера КРИ, которая проводится весной. И в основном… КРИ – это конференция разработчиков. Да, вот там можно получить какие-то эксклюзивы от разработчиков, то есть получить представления о играх, которые будут в будущем. А Игра.Мир в основном представляет проекты, которые вышли уже сегодня и выйдут буквально через два месяца. Так по-простому мы можем сказать, что КРИ – это для профессионалов, а Игра.Мир – это для игроков. Абсолютно. Хорошо. У нас так интересно развивается тема, мы от конвентов к игровым… Говорим обо всем. Да, говорим обо всем. Как журнал. Собственно, тема журнала, да. Поэтому я иду дальше, про литературу, про фильмы, про игры поговорили. Собственно, вот тот самый научно-популярный раздел, тем более раз уж мы упомянули тут и заграничные выставки, получается, что это не отчетно выбранный материал такой, да, путевые заметки. В том числе в журнале довольно часто появляются путевые заметки о разных интересных местах на Земле, о разных, ну, может быть, не очень экзотических, фэнтезийных странах, откуда пошли какие-то там фэнтезийные идеи. Про Ирландию, помнится, был хороший материал. И достаточно большой раздел журнала представляет из себя, в общем, чистой воды старый добрый науч-поп, который был в технике молодежи, в химии жизни и так далее. Я не знаю, к кому мы сейчас этот вопрос адресуем, или к Петру, или к Свете. Собственно, насколько вот этот раздел, ну, будем называть вещь своими именами, коммерчески полезен, и будет ли он в дальнейшем существовать в журнале? Насколько вообще вот в концепцию журнала укладывается этот раздел? Ты имеешь в виду машину времени? Не только машину времени, арсенал. Арсенал – это подраздел машина времени. Все, что рассказывается про оружие, все, что рассказывается про тактику. Ты меня, если честно, удивляешь. Ты вообще читал журнал. Вот меня уже вот последние 20 минут помывает тебя спросить. Вспомнил какую-то студию, которая уже там два года назад, два года с нами не работает. Вспомнил вот репортажи про Ирландию, которые тоже, дай бог, год назад были. Ну, значит, именно этот материал запомнил. Все остальные были не так интересны, товарищ Глапреп. Знаешь, очень сложно посчитать. Ну, спросить, какая рубрика коммерчески оправдана, все равно спросить, кто из нас троих принес тебе сегодня больше гостей, больше зрителей, понимаешь? Нельзя посчитать. Ну, это научно-популярная тема, это очень действительно интересуется наши читатели. Я тебя на секунду прерву. Этот вопрос не родился в моем воспаленном мозгу. Этот вопрос, опять же, проистекает из довольно активного обсуждения ваших же собственных читателей на ваших же собственных форумах. Когда прибегает куча народа, начинают говорить, этот раздел не нужен, этот раздел фигня. А это у всех всегда так будет. Сереж, а вот знаешь, что самое интересное? Вот насчет многих разделов у нас говорили, давайте вот это уберем, и вот то выкинем, и вот это сократим. Но насчет машины времени ни разу я не помню ни одного слова против машины времени. Так что, может быть, он научно-популярный и не очень подходит под слоган фэнтези и фантастика, но это раздел, который реально нам очень интересен. А кроме того, вся фэнтези и фантастика, вообще-то ноги, ее руки и вообще прочие части тела всегда растут из чего-то реально существующего, из вот этой вот науки и техники, из химии и жизни и все такое прочее. Я примерно понимаю, откуда берется, например, материал Первушина. Человек очень хорошо разбирается в истории космонавтики, и в той, что была, и в той, что могла быть, но не случилось. И, скажем так, с точки зрения фантастической, проекты каких-нибудь там безумных атомных космолетов, они вполне подходят под концепцию журнала. Я понимаю материал, например, о тактике Римской Когорты. Летом, по-моему, был такой материал, достаточно забавный, на основе, в том числе, книжного зрения. Что ты не понимаешь? Я не понимаю, появление материалов совсем никак не связано с фантастикой. То есть я могу их притянуть за уши там, да? Ну давай, назовем тебя. Вот материал, который был в прошлом, по-моему, номере, про пистолеты и револьверы. А их нет в фантастики, прости меня. Ну хорошо, тогда давай статью про Ложкина пишем, они тоже в фантастики есть. Подожди, у нас есть Арсенал. Арсенал – это рубрика, которая посвящена оружию. Оружие, понимаешь, оружие – это такая тема, которая среди мужской части населения, она все-таки мужчин считается несколько больше, чем женщин, она весьма интересна. Согласен. Ложки у нас, кстати, тоже были. У нас была эволюция столовых приборов, так что… По-моему, как раз в военном же номере. Не вопрос. Ложки так ложки. То, что касается тактики, вот в одном из первых номеров, буквально, меня тут зашпаняли, что я не читал давно. Вот я помню, что в одном из первых номеров фантастики был действительно фантастический, военно-фантастический материал. Тактика применения драконов. Очень хорошо помню, был удивительный материал. В этом номере тактика космического десанта. Да, точно такой же классический. Который не имеет никакого отношения к космическому десанту, честно говоря. Ну, это твои отношения. Вся статья написана о тактике десанта современного, наземного. Ну, ты же понимаешь, что большинство той фантастики, которую мы имеем – это прямой перенос земных реалей в космическую. Играя в последнем номере очень хорошая трибуна Нестеренко. Абсолютно верно. Очень злобно на эту тему высказался и фактически в точку. Ну, ладно. Не я делал этот журнал. Вы себя тема определяете. Ты задавай, задавай вопросы, мы тебе объясним. Я задаю вопросы, вы мне не объясняете. Просто, действительно, вот не все материалы из этих рубрик, скажем, я… Чисто тебе кажется… Да, чисто мне. Не только мне. Вашим же собственным читателям. Который считает… Ну, хорошо. Что касается наших читателей, у нас недавно появился на форуме, относительно давно, там, больше года назад, такой подвид. То есть, есть вид читателя, который приходит и говорит, это нафиг, это нафиг, это газенваген, а вот это вот оставьте. И этого больше и больше. А теперь приходят читатели и говорят, вот аниме… Я бы, конечно, сказал нафиг. Я понимаю, что он мне лично не нравится. Вот хорошо, что они вот появляются и они, не любя аниме, они все равно мирятся с тем, что оно есть в мире фантастики. Ну, в основном, еще очень активно пинают даже не столько вот эти несчастные научпоповские статьи, сколько чисто такие информационно-рекламные сообщения, маленькие информационные, из подраздела хай-тек. А подраздел хай-тек мы закрыли. Ну, почему? Там есть… В этом номере он еще и закрывается. Честно говоря, мы, сумма технологий мы слили с машиной времени, потому что держать два раздела, один из которых посвящен. Сейчас он есть, я не спорю, в следующем номере его уже не будет. Я думал, ты опять мне сейчас будешь поначал, я давно не читал. Я же помню, что было. Ладно, нам подсказывает, что пора заканчивать. Да, к сожалению, время нашей передачи потихоньку заканчивается, растянуть. Получилось, что самые сенсационные разоблачения мы оставили на конец. Почему же самый сенсационный? Самый сенсационный. То, что Чик Майер не читал журнал, например. Чупчу не писатель, не читатель, ты же знаешь. Большинство вопросов, которые мне адресовали и на почту, и читателей я задал, на половиновые не ответили, захихикнули. Но это уже нужно разбираться тогда со своими читателями. Что я напоследок хочу сказать, благо, что немножко еще у нас времени есть. Смотрите журнал, кто еще не видел. Потому что действительно… Все смотреть читаете? Смотрите. Сначала смотрите, потом читаете. На данный момент это достаточно уникальный эксперимент. Ни один из других похожих проектов дальше третьего номера не дожил. К сожалению, может быть даже лучше был бы, если были похожие журналы. Но сейчас появились, конечно, определенные роды конкуренты. Но пока это все еще не дотягивает до мира фантастики. И пока же, но остается единственным подобным экземпляром на рынке. Но, к сожалению… У наших конкурентов тоже есть читатели. В этой передаче я ведущий и высказываю свое мнение. Когда мы пригласим конкурентов, они выскажут свое мнение. И все радостно их послушают. Спасибо всем, кто смотрел нас сегодня. Огромное спасибо VIP-персонам журналам Мир Фантастики, которые нашли время, чтобы нас посетить. И Петру, и Свете, и Саше. Мне остается только попрощаться. Напомнить, что через две недели опять по воскресеньям в 5 часов вы нас увидите. А пока всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok